Девочки, не стесняйтесь, Грег попросил всех включить камеры, чтобы он мог хотя бы на две минуточки всех увидеть, что тут у нас есть. Очень круто видеть на экране мужчину, Андрей и Екатерину, всех, всем привет, просто знаете ли иногда очень приятно увидеть лица. Спасибо, всем. Итак, мы можем начать. Екатерина, у тебя есть вопрос сразу же. Да, да, у тебя есть, ты хотела же спросить про массаж. Да, я хотела узнать больше про массаж и почему пререквизит обязательно два дня октября. So, Катя wanted to ask about massage class, what is it about, and why we have prerequisite two days of training class. It's for sure. Да, окей. So, have you ever been given a massage by somebody who just massages you by numbers? No thought, just there, there, and it feels like you're being massaged by a robot? Ты когда-нибудь получала массаж, когда тебя массажируют просто, ну, как будто по цифрам, то есть чисто технически, и вот здесь потереть, тут потереть, и это ощущается, как будто тебя робот массажирует. Как это ощущалось? Очень плохо? Да. Очень плохо. Когда я делал мою тренировку, чтобы делать массаж, мои ученицы ходят по мне, когда я работаю на кого-то, и говорят, ой, я хочу это. Когда я проходил, когда я начинал делать свои классы массажа, мои ученики, проходя мимо меня, когда я его делал, говорили, ой, я хочу вот так. And I thought, that's stupid, everybody's doing what I'm doing. А я думала, ну, это глупо, так все делают то же, что и я. Но штука в том, что когда я начал получать массаж от всех моих друзей, которые также были на классе, я понял, что никто не делает так же, как я. They're massaging you from the mind. In fact, often they're not even present with the massage. Они как бы делают вам массаж из головы, и они не присутствуют во время самого процесса, когда делают массаж. And so, what I ask, why I ask people to do the alchemy class first, is so that you get an understanding of that space, that way of being. And that's why I ask people to do the alchemy class first, so that they understand what this space, that way of being in this space. And because what happens is, when you start massaging from the space, I call it a space, but it's actually a way of being, okay? And so, when you start massaging from that, you touch the body differently. И штука в том, что когда вы делаете массаж из этого пространства, и я называю это пространством, хотя на самом деле это способ существования, и вот когда вы делаете массаж из этого своего уже того, как вы существуете уже с алхимией. То тело, которому, которому вы прикасаетесь, оно получает по-другому. Тело как будто бы получает массаж из этого пространства без заряда, его просто как будто бы видят, что тело ощущает. На классах алхимии мы учимся, как смотреть на тела из пространства благодарности. Когда вы функционируете из этого пространства, там не остается места никаким суждениям. И когда вы делаете вот из этого пространства, алхимического массаж, ваш тело не получает никаких суждений от вас, он не может даже увидеть эти суждения. И все ваши стены и барьеры, они все успокаиваются, потихоньку опускаются. И внезапно происходит так, что вы хотите получать больше и больше и больше. Александра, это правда? Александра, это правда? Она просто смирает нас и претензирует, что она не знает, о чем мы говорим. Александра просто начала улыбаться и претворяется, что она не знает, о чем мы говорим. И то, что касается меня, я перестал просить людей сделать мне пары, например, или делать неинтересные процессы какие-то, потому что они все пытались меня починить. Я даже массаж не мог получать. И это было до тех пор, пока я не встретил людей где-то в своем пространстве, которые посмотрели на меня и сказали, привет, Грег, давай просто поиграем. И вот почему для меня это так важно для массажа провести класс алхимии. Когда я начал проводить классы массажа в Новой Зеландии, я обучал людей, как делать массаж, например, родителей делать своим детям, супругам, партнерам друг к другу делать массаж. Чтобы они могли увидеть, что массаж на самом деле безопасен. Чтобы они могли делать массаж своим членам семьи без того, чтобы бояться причинить им какой-то вред, потому что они могли бы делать его из головы. Есть разница, когда вы заряжаете свое тело из сердца, Ваше тело не позволит вам причинить никому вред. И что я сделал, когда приехал в Европу, я соединил девять различных направлений массажа в один, в единый класс. Это был один очень загруженный день. Потом я приехал в Россию. И внезапно проявилось два дня. Потому что вы хотели больше. Потому что вы хотели больше. И классы обычно проходят каждый раз по-разному, потому что они зависят от тех вопросов, которые возникают по ходу, которые сначала начинаем разбирать и так далее. Ну, как пример приведу вам обычно я обучаю массажу ломи-ломи в последний день и это вообще самое последнее, что мы обычно делаем. Я приехал в Санкт-Петербург и я как-то приехал в очередной раз в Санкт-Петербург и кто-то в самом начале, я приехал в Санкт-Петербург. Мы начали класс и задал вопрос о том, что такое ломи-ломи массаж и как случилось, что весь класс у нас просто мы делали массаж ломи-ломи. А как-то в Москве был класс и мы весь класс занимались тем, что мы говорили о терапевтическом массаже, как растягивать мышцы, как вообще с ними обращаться. И весь класс пришел об этом. И я обожаю наблюдать, когда на классах тела отпускают очень многое из себя. Отпускают как бы о себе все и о других телах тоже. И это самая забавная часть, начал говорить человек, это всегда очень здорово за этим наблюдать, как дела отпускают. И потом, значит, история о том, как одна женщина, друг просто знакомая, приехала к нему в Новую Зеландию. И она была одной из тех людей, которые говорят, о боже, я такая вся крутая, я могу все что угодно делать. И она сказала, Грегори, какой вид массажа мне сделать и получить? И я сказал ей, я приготовил для тебя все, что требуется и все, что позволит, и все, что требуется запрашивает твое тело. Но я буду делать настолько, насколько твой разум позволит это. И она такая, о-о-о, ну мне просто массаж. И это вот одна, ну еще одна штука, которую вам нужно понять о классах алхимии, массажа. Это то, что ваше тело готово, желает получать гораздо больше, чем ваш разум позволяет. Ну и это неплохо, это то, что как бы делает такой вид безопасности. Но то, к чему я приглашаю людей, это поисследовать, что там на самом деле. В чем разница между вот этими двумя ребятами, телом и мозгом? Что такое страх? В чем страх? В Москве мы имели класс, где мы имели люди, которые приходили из Казахстана, и другие места, где у них ультра-религиозные системы. И поэтому они никогда не могли видеть их семи-накет или без одежды, да? И когда у меня проходил очередной класс в Москве, у нас были там участницы из Казахстана и еще из других стран, где такая вера, когда посторонний мужчина никогда не видит, не может увидеть там женщину в пальне. Не говоря уже о том, чтобы трогать их тела. И они приехали при этом на массаж с Грегори. И я обычно хожу по залу и показываю людям, притрагиваясь к телам, как делать чьи или иные прошлые. У меня был потрясающий организатор Таня Павлова. И я спросил, кто хочет быть моделью на кушетке, пока я буду показывать, как массажировать спину и ноги. Теперь, перед этим я начну, я тоже хочу сказать, что я научил тебе, как использовать тарелки, чтобы человек оставил в полном. Я научил тебе, как использовать тарелки? Уваживая тарелки, чтобы облаживать тело. А, чтобы никто не видит тело? Да, да, да. Не даже ты, когда делаешь массаж. Ну, и до этого Грегори сказал, я научу тебя, как... Татьяне сказал, я научу тебя, как использовать полотенце так, чтобы накрывать тело во время массажа, при этом чтобы не светить тело, покрасывать. Ну, говорят, это такой способ накрыть тело человека, чтобы сохранить личные границы. Итак, я спросил, кто будет моделью, и Таня, конечно же, подняла руку, сказала, модель буду я. И я сказал, я выйду из комнаты, чтобы ты могла раздеться и лечь на уши. И я сказал, я выйду из комнаты, чтобы ты могла раздеться и лечь на уши. Но еще до того, как я даже шаг не сделал, чтобы выйти из комнаты, она уже практически была в одних трусах и уже укладывалась на кушетку. И что происходит в этот момент, что люди ощущают себя в этом пространстве, в такой даже слишком безопасности, полной безопасности. И Таня показала всем, что даже несмотря на то, что она очень супер привлекательная девочка, она все равно доверяет Грегори. Кристина улыбается, вспоминает классы. И, собственно, вот почему класс алхимии первый обычно. Потому что на классе алхимии мы создаем такое пространство в том месте, где проводится класс, где люди ощущают, будут ощущать себя в безопасности. И они будут знать даже головой, что они в безопасности. Да. So, somebody has a question. I can't... Is it Anja? I can't read it. Wait a minute. Алена спрашивает, у меня вопрос, моя дочь в положении уже девятый месяц очень болит попчик при движении. Как я могу ей помочь, как можно облегчить больное расстояние? Да. So, Алена asks about her daughter, who is pregnant, and it's nine months, during all this period... Nine months pregnant? ...her daughter is pregnant. Yep. Cool. No problem. She asks, her daughter has aches in her sacrum. Sacrum? Yep. Нет, не sacrum. It's a sacrum. It hurts. No. Not sacrum. Yeah. Perfect. Wait a minute. Cossacks. Tailbone. You know? Tailbone. Yeah. Yeah. So, what's happening... It aches during all these nine months, and Alena asks, how can she help her daughter from a distance? Can she help her? Okay. From a distance? Yes. Okay. That part of the body has to soften so that the hips will open and the pelvis will open and let baby through. So, what happens though is, the hormones that do this, they don't care which joints they soften, they soften everything. Okay? Sorry, I have not very good. Can you please repeat? So, the hormones that the body releases to soften the joints and the ligaments, they soften all the joints. This is which women start to waddle a little bit apart from baby pushing down. Ну, поэтому девушки начинают... Господи, я не сильно... Чтобы, короче, девушке попроще быть от ребенка. Нужно обратить внимание на то, как она стоит и как она стоит. Она должна садиться на ее позу. И ей нужно получать массаж на нижнюю часть спины, на вот эти мышцы спины. Это то, как она сидит и как она стоит. Да, потому что если она садится... Алена говорит, что она садится, что она садится. Да, конечно. Потому что все пытается садиться. Ну, при ходьбе, говорит, конечно. Потому что каждый раз это движение, чтобы разойтись. И ребенок уже готов опуститься. Ну, как только ребенок опускается, готов уже выйти, все начинает... приходит в движение. Когда вы придете там, если вы придете, если вы захотите, я вам покажу, как делать массаж для беременных. или с излишним весом. Таким образом, я массажировал, когда я делал мою тренировку, девушке, которая была на 8 месяце беременности. И я также массажировал мужчине, которая была на 8 месяце беременности. и также мужчине, который весил 245 килограмм. Это легко. И тело готово. И тело готово. Хорошо? Приходите, приносите свои вопросы в класс, и я с радостью покажу вам все, что я умею, расскажу, покажу. И мы что-то будем изучать вместе, потому что все еще я учусь. Даже на протяжении 30 лет уже я все еще учусь. Алена, это помогло? Еще вопросы? У нас есть. У меня есть вопрос. У меня есть вопрос. У меня есть вопрос, обае правила? Я говорю, хочу задать вопрос о классе, которого у нас сначала в расписании не было. Это класс «Сила женщины». И мы его, когда Грэг был в феврале, мы его, он рассказал о нем буквально чуть-чуть, и мы все такие, о, да, да, хотим класс. И в этот раз в расписание его изначально не поставили. А потом мы что-то там думали, крутили-вертели, и мы вспомнили об этом классе. Когда мы его поставили в расписание, мы даже двигали дни, то есть когда-нибудь, и как будто бы вот всё целиком создание при этом изменилось. То есть, what I want to ask is, what's this class about? And it's quite magical, as I know, because I'm now reading Magdalena's manuscript. Very cool. То есть, я хочу спросить Грэга, о чём этот класс, потому что он довольно такой прям реально магический, он в очень глубоких вещах, не о том, насколько я понимаю, о чём мы привыкли говорить обычно, там, про женскую силу. И я сейчас читаю этот манускрипт Магдалена, о котором основан этот класс, по мотивам которого он, собственно, сделан. И это такая непростая книга, кто был в этом классе. Вот в Питере, может, девочки, кто были, они могут нам подтвердить. So, please, tell us about the class. So, what's happening in this reality is, they've divided that. Masculine, feminine, them, us, him, her, good, bad. Что происходит в этой реальности? Нас разделили, мы были разделены, как он, она, мужчина, женщина, хорошее и плохое. Okay. And they've done that to disempower people. И сделано это было для того, чтобы лишить людей силы. Чтобы лишить нас нашего знания, нашей силы, нашего творчества, креативности. What they've done is have told women to fear sex. To feel sex? Fear. To be afraid of it. То есть, что они делали, это то, что женщины теперь в какой-то степени боятся секса. And they've taught men to be abusive with it. To be abused? Yeah. И мужчинам сказали, что в сексе они должны вести себя как чудовище. It doesn't have to be. Ну, так не должно быть. Мужчинам не стоит бояться секса, потому что это естественно для всех. А мужчинам не нужно быть, ну, абьюзерами, как насильниками. Мужчины могут быть добрыми, нежными и питающими. И в то же самое время сохранять свою функцию защитника. Женщины могут быть создателем, могут быть поддержкой, могут быть всем, чем они захотят быть. То есть, быть вдохновленными вот этой женской своей силой. You see, feminine power is about creation. You know that the Catholic Church hides this fact in plain sight. It's for everyone to see, but they don't teach it. They hide it. So that you don't see your power. They don't see your strength. Ну, то есть вы знаете, что католическая церковь прячет все эти здания, как правило, и не позволяет вам увидеть свою силу и всю свою мощь. Они учат тому, что, когда мы приходим в церковь, мы как будто бы приходим к маме, к ее комнату. Она воспринимает все наши молитвы, всю нашу энергию. Когда вы посмотрите на двери каких-нибудь древних церквей, что вы видите на дверях? You see, there's beautiful arches that come up, and there's folds in the doorway, and at the top, there's a piece. On the top, there is a piece. You see, there's a square, or diamond, or something. I'll find your picture. Ну, то есть на дверях вот этих древних церквей, как правило, да, мы видим вот такие арки изогнутые, допустим, что-то вроде как они обрамлены чем-то, а вот наверху какую-то штуку сейчас прям попробуют найти нам картинку. Let's see if I can find you a good one. That'll do, that'll do. Хочу найти хорошую картинку. So, I'll come back to Zoom, and I'll share your screen. So, in this picture, you can see the door. So, see the folds of the doorway. See the piece in the middle. What is this? Что это такое? It's the vagina. Это вагина. This is where they have disempowered woman, and yet at the same time, utilize and are showing that feminine power is the greatest power on earth. То есть, вот, ну, этим изображением на двери они показывают и признают силу женщины, и то, что это самая величайшая сила на земле. Библия учит тому, что мы все должны молиться Богу через Иисуса Христалла. Но церковь учит, что Иисус обычно сильно занят, и давайте будем молиться через Марию. Потому что именно там мы пробуждаем свою женскую силу и женскую энергию. Знаете, даже у Маори есть такая же, похожая традиция. Let's see if I can find you a picture. Сейчас попробую найти вам ту же картинку. It's not on my computer. Okay, I will do it another way. Она не в этом компьютере. Сейчас я попробую сделаю. Смотрю на Кристину, и просто душа радуется у меня. И сейчас я вам покажу еще одну картинку. В традиции Маори есть в каждом племени свой вот такой дом, который, ну именно такой дом для проведения обрядов каких-то традиций посвящен. She is a living entity. Этот дом – это такая живая сущность. There is only one door in. В этот дом есть только один вход, только одна дверь. These are her legs. Это вот ее ноги, где Грег сейчас проводит. We go between her legs into her womb, into her belly. И мы через, то есть между, грубо говоря, ног этой сущности заходим внутрь в ее живот. When you get rid of the Catholic and all the other bullshit religion beliefs, when you come back to the ancient beliefs and knowings, feminine energy is the creator. Когда мы избавляемся от всех религиозных верований и возвращаемся к верованиям в таких древних истоках, то там мы находим, что женская энергия – это самая основная и творческая энергия, которая создается. Когда мы говорим именно о такой женственности, это подразумевается все такое мягкое, нежное, доброе. Но это не правда. И мужчины, мужская энергия создана для того, чтобы быть защитниками вот этой самой женской энергии, женского создания. И без женской энергии, мужская энергия просто потеряна. Мы не можем так ничего создавать. Когда у мужчины есть та самая женщина, обладающая вот этой женской энергией, для этого мужчины нет ничего, с чем он не мог бы справиться. Но женщина со своей женской силой может создавать и без мужчин. Кристина понравилась. Кристина понравилась. На самом деле я думаю, что Андрею тоже понравилась, как говорит. И по факту, когда мы идем вместе и создаем что-то вместе, нет ничего, с чем мы не могли бы справиться. Это помогло. Это просто тестер такой. but this is what it's really about this is like ladies and gentlemen you know we need this feminine power we need this feminine energy but we also need to understand that masculine isn't a total contrast it's a complement and when sorry I need to talk no 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 I lost connection I lose connection for some time that's why I just stop you when we can understand that we dovetail and connect together we can create beyond this reality когда мы понимаем что мы связаны и вот так вот Грэг показывает единство друг с другом мы можем создавать за пределами этой реальности но когда мы оба боремся за контроль мы теряем все это такая жестокая правда но это правда я смотрю на Андрея и я смотрю на Андрея и вижу за его спиной прекрасную удивительную девушку которая поддерживает его и позволяет двигаться вперед просто воплощение всех мечтаний вы просто сверхъестественно можете двигаться вместе вперед это оно и почему я все еще преподаю правда когда я вижу когда я вижу когда у одного человека я могу сменить жизнь одного человека я безгранично счастлив но когда я вижу уже несколько человек которые меняют свою жизнь с помощью вот этих энергий и всего я просто на небесах и мы делаем все это через благодарность и доброту не воспримите меня неправильно я не такой уж котеночек прям однажды я послала нахрен девушку на классе в Москве и просто вернула деньги потому что она по факту не хотела чтобы ее муж участвовал в классе и она блокировала все получение она была слишком занята мужскими делами люблю вас так благодарен за вас и я спросила на этом классе мы же будем также использовать алкемические процессы грех сказал да мы будем мы будем делать еще несколько упражнений даже несколько медитаций визуализации и алхимически все это прорабатывать и это будет частично похоже на класс на класс хаки на класс массажа на класс алхимии мы будем смотреть на все эти энергии и будем запрашивать получить то, что мы еще никогда раньше не могли что мы увидим что мы увидимся в следующем году в следующем году я скажу что мы увидимся на глаз there's two messages Alena is writing that she's waiting to see us not only you and Christina is saying that it's amazing Zoom and just an hour ago she asked for some clarity about feminine power and here's the link Christina, I have to tell you you have an amazing strength within you a feminine energy that will create beyond your dreams okay you just keep choosing for you I have to tell you that you have a great female strength inside you need to continue to choose for yourself and for yourself and you can do a lot of things I've had the privilege of watching you transform and I'm so grateful for that thank you thank you cool no more questions no more happy thoughts maybe we can talk some words say some words about I don't know we talked so much about classes maybe prerequisites or something if you haven't decided if you haven't decided that you'd like to come to class that's okay if you'd like to come to class and nobody's pushing you to come to class if you'd like to come to class that's okay if you'd like to come to class and your mind will gaslight you it really is a choice and your mind will gaslight you it will try to make you wrong for wanting to come to class and then it will make you wrong for not coming later позже ваш же собственный мозг будет делать вас неправильными и осуждать вас за то, что вы не поехали на этот класс but just know that I'm grateful for everybody whether you come to class or not I'm just grateful to be и я очень благодарен вам в любом случае причем темы или нет просто за то, что вы есть я благодарен за ваши улыбки и за вашу радость и с кем-то из вас мы увидимся уже на следующей неделе 30 часов мне потребуется для того, чтобы добраться из своего дома до Санкт-Петербурга и еще 29 примерно часов я так думаю от гостиницы в Санкт-Петербурге до Владивостока мы увидимся спасибо большое я буду снимать я размещу записи настолько быстро насколько это возможно спасибо Маргарита за вашу перевозку и вашу время спасибо Маргарита за время love you love you too love you all thank you for your smiles всех люблю всех спасибо за ваши улыбки и Грэг сейчас выключит записи если у кого-то есть вопросы по организационным моментам мы можем об этом поговорить see you пока пока спасибо 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 Продолжение следует...